Сегодня у чебоксарцев была возможность задать наболевшие вопросы лично главе республики. Михаил Игнатьев в очередной раз встретился с горожанами в общественной приемной председателя правительства страны Дмитрия Медведева. С какими проблемами обращаются к руководителю региона чаще всего и как они решаются, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Для того, чтобы попасть на личную встречу с главой региона, министрами либо депутатами, достаточно заполнить вот такую анкету. Здесь необходимо указать свои контактные данные и суть вопроса, чтобы потом было ясно, кому его адресовать. Эти коридоры никогда не пустуют. Встречи проходят практически каждый день. Несколько раз в год их проводит и глава Чувашия, Михаил Игнатьев. Чаще всего сюда обращаются те, кто не смог получить ответы в администрациях районов и городов. Последней инстанцией для них становятся именно общественные приемные. Анна Константинова пришла на встречу с главой региона, чтобы узнать, когда она переселится в благоустроенную квартиру. Квадратные метры ей положены по закону, как сироте. Городских властей были, да? Да. Что они говорят вам? Вещают. Будет жилье, говорят? Или вообще не будет в жизни? Говорят, будет. Говорят, будет? Где? Определенный микрорайон еще не указывали, да? Но пока девушка проживает за Волжьей, причем ютится и приходится под одной крышей вместе с маленьким ребенком, братьями и мужем. Новоселье уже не за горами, отметил Михаил Игнатьев. Строительство нового дома, куда переселится Иоанна, должно завершиться уже этим летом. Средства с бюджетом мы выделили на те квартиры, которые кроме вас, все дети-сироты, которые в очереди, у кого появилось право по возрасту, будут получать это благоустроенное жилье, соответственно. Все те правоустанавливающие документы, которые вы должны предоставлять, должны предоставить. С левого берега Волги на правый скоро должна переехать и рушание Югина. Женщину волнует вопрос, когда снесут их аварийный барак. Глава региона заверил, что новоселье о благоустроенных квартирах жители сыграют уже в следующем году. Денежные средства на строительство уже поступили в местный бюджет. Причем, как исполняется программа по переселению из аварийного жилья, будут контролировать на самом высоком уровне. Мы будем это отслеживать. Там не только вы. Тут сотни семей по городу Чебоксары. Понятно, они волнуются, им хочется быстрее переехать. И по выделенным средствам, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по поручению председателя правительства, секретаря политической партии «Единой России», ну, практически до 1 сентября 2017 года, всех, кто живет в аварийном жилом доме, обязаны переселить. С вопросами об улучшении жилищных условий обратились 4 человека. Житель Ядринского района приехал в Чебоксары просить не только за себя. В деревне, где проживает Игорь Овчинников, многие опасаются закрытия детского сада. Говорят, что это надолго. Но глава республики успокоился Лян. Зданию необходим ремонт, и он завершится уже до осени. Раньше была территория школы начальной класса, а после сделали детский сад, переделали. А сейчас с тех пор, уже как переделали, время прошло, желательно, конечно, ремонт нынче надо делать. Все обращения граждан Михаил Игнатьев взял на контроль. Обычно после подобных встреч глава республики направляет поручения ведомства, которые потом отчитываются за проделанную работу. Медриковалев и Евгений Анисимов. Республика.